Есть такая профессия – родину защищать. Во дворце торжеств Центральный прошло профориентационное мероприятие для ребят, которые хотят стать военными. У юношей и девушек была возможность пообщаться с представителями военных вузов, институтов, силовых структур. С будущими абитуриентами встретилась моя коллега Инна Шейнина. В семье Егора нет военных, но он мечтает о ВДВ или спецназе. На мероприятие решил примерить костюм спецзащиты L1. Военные используют его в случае химической, биологической, радиационной опасности. Благодаря помощи опытного курсанта уложился в отведенные три минуты. Немного тяжело, неудобно, но в принципе, чтобы защитить себя, вполне хороший костюм. Ну, интересно, как человек себя чувствует в таком костюме. А чем привлекает эта профессия? Военная. Ну, во-первых, статус, то, что военный. Ну, и то, что защищаю свою родную страну. Бабушка и дедушка Марка воевали. Отец служил в морфлоте. Его интерес к военным профессиям не случайен. Хотел бы поступить в военное учреждение после окончания учебы. Хотел бы продолжить дело своих родителей, дедов. Потому что, если не я, то кто? Многие не хотят. Кто-то от этого пытается уйти. А я считаю, это очень даже классно и ответственно. Уже стало доброй традицией рассказывать старшеклассникам о профессии военного в канун 23 февраля – Дня защитника Отечества. Среди ребят есть те, кто уже точно определился с выбором и хочет служить России. Я пришел сюда, чтобы получить информацию о поступлении. Я ее получил. Мне это мероприятие было очень полезно. Федеральная служба безопасности ограничена. Четко определился. Думал долго, но все-таки определился. Что тебя привлекает в такой профессии? Это мое призвание. Я с детства тянусь к этому. Готовлюсь, тренируюсь, учусь. Организаторы мероприятия, специалисты Центра по профориентации и трудоустройству молодежи пригласили на него начальника Объединенного военного комиссариата Московской области по городам Протвино-Пущиной городскому округу Серпухов, представителя Серпуховского филиала военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, филиала Московского пограничного института ФСБ, представителя вузов войск национальной гвардии. В последнее время ребята выбирают профессию военных больше всего, и оно стоит на первом месте. Когда мы смотрим у них профнамерения, это профессии, именно структуры силовые, они предпочтительны для мальчишек. В конце мероприятия – полевая кухня, гречневая каша с мясом, сладкий чай. Кто-то из юношей и девушек, присутствовавших на мероприятии, наверняка станет в будущем военным.